Приветствую вас, дорогие друзья. Понятно, что проблема, по которой, ну, проблема измен волнует людей. Вот. Сегодня мне бы хотелось рассмотреть причины, по которым люди могут изменяться. Во-первых, хочется сказать, что в основе любой измены лежит противоречие. Противоречие глубинное, противоречие внутреннее. В основе измены редко лежат какие-то изначальные намерения и моральные, ну, моральные нормы, моральные установки. Редко, потому что, как правило, такие люди, они не создают серьезных отношений, вот, и достаточно быстро раскусываются и становятся аутсайдерами, либо бабниками, либо альфонсами, либо теми, кто не может построить серьезных отношений. А именно измена, измена, измена партнеру, да, это всегда следствие определенного внутреннего противоречия, определенного внутреннего конфликта, неудовлетворенности, стыда, обмана, зажадости и неуверенности в себе. Вот. Значит, проблемы измен для обоих полов являются общими, но бывает у, значит, у того или иного пола, то есть у мужчин и женщин есть свои собственные причины для измен. Вначале поговорим об общих причинах, которые могут иметь место быть. Первая причина, которая очень распространена, это алкогольное опьянение. Алкогольное опьянение с последующей изменой никогда не является изменой самой по себе. Это нужно четко понимать при столкновении с данной проблемой. Алкогольное опьянение само по себе является следствием стремления человека уйти в реальность, ой, уйти из реальности, прошу прощения, вот, уйти в другую реальность. И измена здесь чисто сопутствующая, так скажем, значит, действия, вот, но иногда измена бывает и, значит, совершена под алкоголем, но при этом она является целью самого принятия алкоголя. Такие вещи тоже необходимо учитывать. Вот. В основе такой измены лежит острая ситуация кризиса человека. Стресс, истерика, нервный срыв, состояние аффекта, острый психоз и другие серьезные изменения сознания. Человек, как правило, не осознает в этот момент свои действия и впоследствии может даже не помнить, что он совершил. Следующий вид измены является результатом ссоры. По своей эмоциональной составляющей данный вид измены характеризуется менее серьезным изменением в сознании, но таким же накалом эмоций, как и в предыдущей причине. В данном случае человек, переживая некую травму после ссоры и испытывая серьезный дефицит в позитивной обратной связи, испытывая серьезный дефицит в любви, а иногда и чувствуя одиночество, способен совершить измену из желания получить какую-то ласку, заботу и тепло. Следующая причина измены, то бишь, прошу прощения, ну и ссоры, это по Фрейду оговорочка здесь у нас, вот, потому что любая измена это следствие конфликта, это следствие кризиса в отношениях. Следующая причина измены звучит банально, это отсутствие спонтанности и наличие рутины в отношениях, когда все однообразно и человек в силу своих особенностей к этому не готов. То есть ему не нравится такой аспект. Кого-то это устраивает, кого-то нет, но человеку именно это не нравится. Если вам было замечено, что ваш партнер негативно реагирует на рутин, то, соответственно, вы можете сделать что-то, чтобы разнообразить как-то вашу совместную жизнь. Следующий момент, это момент эмоциональной холодности между партнерами. Секс в такой паре может быть, но эмоциональная холодность, отсутствие духовной близости, отсутствие психологического контакта сводит на нет у некоторых людей, значит, собственно, удовольствие от секса. Особенно у людей эмоциональных, что, соответственно, толкает таких людей на измену. Следующая причина для измены, это, опять же, банальная разница в темпераментах, когда у одного партнера потребность в сексе больше, чем у партнера другого. В этом случае, конечно, встает вопрос о сознательности выбора такого партнера и о том, насколько люди честны друг с другом. Следующая причина измены может быть сексуальная неудовлетворенность или недостаточное сексуальное разнообразие одного из партнеров. Как правило, это мужчина, потому что у женщины более четкий, более жесткий, менее гибкий сексуальный сценарий, который, в принципе, достаточно выполнен, достаточно следовательно, чтобы женщина была удовлетворена. У мужчин это не так, и поэтому здесь чаще изменяют мужчины. Вместе с тем, сексуальная неудовлетворенность и отсутствие сексуального разнообразия может быть и у женщины в том случае, если она не получает наслаждение и удовольствие оргазма от секса. Так что со стороны женщины тоже есть свой субъективный аспект данного вида измены. Следующая причина – это недостаток серьезности в отношениях, когда партнеры не воспринимают серьезность. Надо сказать, что эта причина честно связана со следующей причиной, которая является отсутствие ощущения себя субъектом гендерной роли. Но мне представляется важным эти два момента разделить. Дело в том, что когда человека не воспринимают всерьез просто как личность, бывают случаи, что ничего не остается, кроме как изменить. Ну, бывают такие случаи, потому что реализация вроде бы везде есть, везде человек на хорошем счету, везде человек успешен, но вот его всерьез партнеры не воспринимают. И здесь для достижения значимости своей человек может сослаться, согласиться на измену. А вот следующая причина, когда человек не чувствует себя значимым, как представитель гендера, куда более глубокая. Здесь сразу несколько возможных есть вариантов развития. Первый вариант это когда мужчина не может реализоваться как мужчина в своем поведении, в принципе. То есть, например, между ним и его супругой нет достаточного доверия, она ему не доверяет, и он не чувствует себя ее защитником, если это для него важно. Он не чувствует, что от него что-то зависит, он не чувствует свою мужественность. Ему негде свою мужественность проявить. И такой мужчина в равной степени и женщина могут пойти на измену, лишь бы почувствовать себя вновь либо женщиной, либо мужчиной. Бывает ситуация, при которой видимые роли мужчины и женщины в отношениях не состыкуются между собой. Что это значит? Это значит, что у того или иного партнера в силу характера сложившихся отношений подавляется либидо. Ну, например, мужчина, являясь таковым, да, не может почувствовать себя мужчиной, не потому что женщина относится к нему как к маленькому ребенку, либо относится к нему как к гиперответственному человеку, который ей постоянно что-то должен. Ну и соответственно наоборот происходит, когда с женщиной та же самая история происходит. Следующая причина для измены заключается в незавершенности предыдущих отношений. Если мужчина или женщина вступают в отношения с партнером незавершенных предыдущих, и у них остается чувство и влечение к предыдущему партнеру, и иногда, не имея возможности реализовать это влечение, они изменяют руководство с образами, образами этого партнера. Вот. И бывает, измена также возникает и потому, что партнеры соглашаются на отношениях по расчету, но при этом не учитывают, что могут возникнуть какие-то чувства у них. И когда эти чувства возникают, они возникают очень бурно, и соответственно вот этот вот накал эмоций заставляет человека терять голову, и он изменяет. Иногда изменой, измену может вызвать импринтинг, это собирательный образ случайных факторов, которые вызывают непреодолимое сексуальное влечение у партнера. Такое бывает в частности у людей, которые в определенный момент обнаруживают наличие у них фетишей, девиации, сексуальных фантазий и так далее. То, чего его партнер в силу моральных, поведенческих стереотипов дать не может. Это тоже толкает человека на измену. Иногда бывает так, что духовное напряжение, эмоциональное напряжение, которое часто снимается при занятии сексом, не достигается при, значит, совершении полового акта между супругами. В силу опять же наличия определенных проблем у мужчины и женщины. А вот в силу имеющихся конфликтов, в силу имеющихся ожиданий и так далее. То есть чисто секса не происходит. Люди не могут абстрагироваться от своих проблем. Проблемы известны как мир, особенно у женщин, которые занимаются сексом с мужем, думают, как бы ей там оплатить счета, да, и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто женщина может согласиться и пойти на измену ради получения внимания к себе, если мужчина его не дает. А мужчина может пойти на измену ради завоевания той или иной женщины просто для коллекции. Такие люди тоже есть. Ну и последняя причина для измены – это изменение духовного аспекта, когда человек в силу каких-то изменений считает, начинает считать, что в измене нет ничего страшного. Такие люди отличаются повышенной внушаемостью и не имеют своего собственного мнения, либо склонны прислушиваться к другим людям. И если другие 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 люди авторитетные говорят какие-то вещи, то человек может изменить свое мировоззрение, в частности, считать, что в измене нет ничего страшного. Вот. А это касается в основном всяких гендерных движений, таких как сексизм, феминизм и так далее. Вот. А это у меня в памяти швинизм. Вот. Вот, в принципе, основные причины, по которым люди могут изменять. Надеюсь, что краткое перечисление этих причин поможет вам вовремя их заметить и, возможно, предотвратить. Вот. Ибо чаще всего предотвращение возможных негативных поступков производится куда легче, чем борьба с последствиями. Вот. И зачастую, зачастую откровенный разговор, резкая смена образа жизни, резкая смена обстановки помогает людям найти потерянную связь, потерянную ниточку между собой, потерянную искру. И это позволяет им оставаться парой. Если так получилось, что партнер изменил, не торопитесь делать выводы, постарайтесь вникнуть в то, что произошло, постарайтесь выявить отношение человека к этому, но будьте ответственны к своему выбору, который вы сделаете после того, как узнаете об измене. Если вы решите жить после этого дальше, то нужно в полной мере осознать ответственность, которая следует за этим выбором. Стоит помнить, что измена является серьезной травмой, которую, как правило, сложно пережить без помощи профессионального психолога либо психотерапевта. На этом все. Я желаю вам всего доброго, искренности и жизни без измен. Спасибо.